И мы с вами, может быть, эти ваши пожелания, вот эту программу, которую мы примем сегодня, донесем до Святейшего Патриарха, до Президента, и, конечно, все мы должны участвовать в ее реализации. Пожалуйста, дорогой отец Дмитрий. Спасибо. Благословите, Владык. Я просто хочу сказать об идеологии того, ну, можно сказать, движения против разрушения семьи, которая могла бы нам хорошо помочь. Вот. Эта идеология называется одним словом – огород. Вот представим себе, есть огород. А нам надо, зачем нам нужен огород? Чтобы вырастить хороший урожай. Не так ли? Вот. И теперь, если этот образ продолжать, то земля этого огорода – это наш народ. А семена – это люди, которых нужно вырастить. Потому что это дети. Потому что с рослыми, конечно, тоже нужно работать, но вся надежда на детей. Чтобы вырастить на огороде из семян хороший урожай, нужны такие вещи. Ну, во-первых, тепло. Поэтому нужно создать для детей атмосферу любви. Вот если я этим занимаюсь очень давно, у меня три детских дома, гимназия, и вот для меня главное, и это удалось – создать атмосферу любви. Тогда дети там комфортно развиваются, очень активно. То есть у нас вот даже из детских домов никто из детей не бегает, многие высшее образование получают. В государственных 90% идут в тюрьму. Вот. А вот благодаря этой атмосфере. Теперь влага. Какая должна быть влага? Ну, известный образ Господа нашего Иисуса Христа – это благодать Божия. Поэтому если мы деток сумеем воцерковить, они на это очень отзывчивы, то это будет способствовать хорошему урожаю. Ну, и пятое, и шестое. Если у нас прекрасная влага, прекрасная земля, прекрасные семена, но если будут сорняки, ничего не вырастет. Борьба с сорняками. А что делают сорняки? Сорняки заглушают растения. Что у нас заглушает? У нас заглушает эфир. Что? Эфир заглушает голос церкви, воспитание. Эфир разрушает атмосферу любви, потому что там ребенок, говорит, до 20 тысяч убийств видит на экране и так далее. То есть абсолютно бессмысленная вещь. Пока мы не обуздаем эфир, и я имею в виду интернет тоже, то ничем мы не вырастим. Потому что, ну, никакая мать, отец, священник по активности воздействия не сравнится с видеопродукцией. Это нереально. Не говоря уж о том, что используются определенные технологии, там, в современной музыке и прочее, прочее, прочее. Либо мы создаем отдельные воспитательные учреждения, где будут дети изолированы полностью от влияния мира. Это мы можем организовать только в отдельной семье. Или в отдельном учебном заведении. Вот мы категорически запрещаем и в школе, и в детских домах использовать бесконтрольно интернет. И телевидение вообще исключается. В каждом виде, чтобы не испортить вкус ребенку. И, конечно, представим себе, если у нас хорошая земля, у нас есть хорошая вода, у нас есть тепло, у нас есть хорошие семена. Мы выпололи все сорняки. Что нам может помешать уничтожить урожай? Вредители. Нам нужно бороться с вредителями. Кто же эти вредители? Вредители – это люди, организации, носители, действующие нам идеологии. Мы этих людей должны знать. Их портреты, фасы, профиль, они должны быть известны. То, что они делают конкретно, в каких организациях участвуют, должно быть обозначено. Это должно быть вывешено везде. Все должны знать, где он живет, его ННР, номер паспорта, номер машины. И чтобы все знали, что вот этот человек в фамилии Петров, Иванов, Сидоров, даже Смирнов, наверное, среди них попадется. Этот есть человек – враг семьи. Таким образом, мы без всяких таких экстремистских мер сумеем, так сказать, если не изгнать совершенно, ну, как в организме, кажется, человека живут паразиты, но они не будут его беспокоить. А кто будет определять, кто враг, а кто не враг? Я. Понятно. Вот всегда проблема с цензурой. А сколько выше колен можно поднять юбку, чтобы это не было там? Да очень просто. Если у тебя есть внучка, можно ли это показывать? Это любого, берем самого заядлого вредителя и посмотрим, что он предложит, какую видеопродукцию собственной внучке. Но имеется в виду не та, которая уже взрослая и живет в Австралии, в Соединенных Штатах, в Канаде, а та, которая маленькая, вот ей 5-6 лет. Вот она, цензура. Цензура одна – здравый смысл. Вот, да, и вот, и еще. Помимо детей, которых мы выращиваем в семьях, у нас в стране миллионы детей без отцовщины. Это те растения, ну, которые выросли самосевом. В лесу, где-нибудь при дороге, и они одичают, они не вырасят. Что мы можем сделать как государство? Предлагаю создать столько кадетских корпусов, чтобы охватить каждого, как говорили до революции, полусироту. Чтобы они помимо женского, что они имеют дома, и помимо женского, которое они имеют в школе, потому что у нас исключительно, да простят меня любимые дамы, бабское воспитание и образование. Они будут иметь дело с мужчинами. Будут хотя бы увидеть, как они выглядят, как они пахнут, что они делают и так далее. Вот если мы, чтобы сохранить этих полусирот, сделать из них настоящих мужчин, это совершенно необходимая история. Другого нет. Ребята тянутся к военной службе, им надо ее обеспечить хотя бы до того, как они пойдут в армию. А там кто в институт, у меня тоже есть такой, если положительный опыт. 100% полусирот из нашего одного детского дома, где мы принимаем, исключительно у мальчиков, убитых на войне офицеров. Все поступают в ВУЗ. 100%. Поэтому, если этим на государственном уровне заняться, если дети, особенно при нашей грядущей демографической яме, каждый ребеночек представляет собой драгоценность, которую нужно сохранить. И на это должны быть направлены деньги. Это важнее, чем космос, важнее, чем вооружение армии, важнее, чем что угодно. Вот это самое важное, это дети. Не только нерожденных надо сохранять, но и уже рожденных. Нужно о них заботиться. И, конечно, переделать полностью программу государственного сирота по печенью. Потому что государственного на ребенка тратят в среднем 25 тысяч рублей в месяц, а в сухом остатке 90% идут в тюрьму. 40% в первый год, еще по 10% каждый остальный год. И только социализируется 10%. Расход государственных средств, миллиарды идут на это. Чтобы готовить парней, которые нам по башке дают в подъезде, и у наших женщин отбирают сумочки. Спрашиваются. Это, по-моему, нерациональный расход. Нужно таким образом устроить эту систему воспитания сирот, чтобы они становились полноценными гражданами. Спасибо за Вашу внимание. Спасибо большое, Дядя Дмитриевна.